У нас у людей есть такая способность, не скажу, что эта способность, она такая нужная или полезная, но тем не менее она есть. Это способность присыщаться. Есть такое понятие, говорит, присытился человек, да? То есть он что-то имел, и потом это было для него что-то очень важным, что-то очень нужным, что-то особенным, но прошло какое-то время, и это стало для него каким-то вот обыденным. Вот сегодня кто пил воду? А кто сегодня вот за эту воду вот так искренне, фонит немножко микрофон, искренне помолился и поблагодарил Господа, что он пьет эту воду? А знаете почему? Почему нет? Все. Потому что мы присытились. Но я помню один момент в своей жизни очень-очень сильно. Как-то я пришел домой, и я очень сильно хотел пить. Ну, наверное, так была очень жаркая погода, мы что-то делали, и не было возможности попить, утолить жажду. Я очень сильно хотел пить. Вы знаете, когда я пришел домой, я включил кран в ванной, и прямо набирал эту воду из-под крана руками и пил ее. И знаете, что я заметил в тот момент? Какая вкусная вода, удивительно вкусная вода. И вот я пил, и я говорил, Господи, какой ты чудесный. Это же надо, ты придумал воду. И она так интересно в моем рту переливается, и она холодная попадает вовнутрь меня и охлаждает. Это вот я пил, и мне это так было чудесно. Буквально прошло два часа. Я подошел к этому же крану, открыл его, и я уже не смотрел на воду так, как я смотрел на нее два часа. Почему? Вы знаете, то же самое и с едой. Замечали? Вот я сегодня тоже вспомнил. Это было очень давно, я еще был неверующим. 94-й год. Я помню, сидел в тюрьме, и там очень плохо кормили. И знаете, какое мое любимое блюдо было? Какие пельмени в тюрьме, Вера? Ты о чем? Пельмени. Мое любимое блюдо, вот кто в то время тоже бывал в тех местах, тот сразу вспомнил. Мое любимое блюдо, это был тюремный торт. Он выражался в том, что нужно было обязательно корочка хлеба. Ну, белый навряд ли хлеб попадался, серый, корочка серого хлеба, так аккуратно вытаскивалась, вырезалась мякоть этого хлеба, сыпался вовнутрь туда сахар, сверху этой мякотью закрывали и поливали водой, чтобы вот эта мякоть пропиталась сахаром. Нужно было чуть-чуть подождать, и потом ты брал этот хлеб, кушал, и это было удивительно вкусно. И вот если бы я на то время был бы верующий, я бы точно так же бы совершил молитву, наверное, как я за воду молился. Но сегодня, ну, вы слушаете и говорите, ну, какая глупость, сегодня никто это не делает. Никто. потому что в еде есть определенное излишество или человеку свойственно присыщаться. Вот даже посмотрите в семейных отношениях. Вот я сейчас, кто был замужем или кто женатый. Помните, вспомните самое начало. Вот вы знаете, моя жена жила на Старой Московке возле ДК, а я на Гашика. И если я хотел ее очень сильно увидеть, а в то время маршруток не было, только автобусы, автобуса до 11 часов. Но я звонил ей там с телефона автомата, будка, и она мне говорила, ну, приходи, увидимся. А время я смотрел уже 12-й час, я реально понимал, что автобусов нет. Это мне нужно до туда пешком. Вот там сколько я с ней пообщаюсь возле подъезда или дома? Часок, это уже пол 12-го, пол 1-го. И мне возвращаться, это 100% пешком. Но знаете что? Она говорила, приходи. И я вешал трубку, шел пешком, наслаждался своей любимой и возвращался обратно пешком домой. И не важно было, это лето или зима. А, сегодня я подумал, вот уже 25 лет прошло, но если бы она там жила, я сказала, приходи. Я бы навряд ли бы пришел. Вот так вот, я бы на такой подвиг. Почему? Потому что если 25 лет уже, ну, вы понимаете, о чем я говорю? Вот, друзья мои, есть вещи, которые, которые, ну, они вроде бы естественные, но они приводят нас к какому-то такому неправильному состоянию. И вот что я сегодня хочу сказать? Я хочу сказать, что мы можем наблюдать этой в нашей духовной жизни, когда вдруг ты смотришь на человека, и он присыщен Богом. Он присыщен Библией. Он присыщен молитвой. Он присыщен церковью. Он присыщен служением. И это становится для него таким, знаете, обыденным. Ничего нового, ничего удивительного. Хотя, друзья мои, если мы посмотрим даже на ту же самую воду, мы увидим это чудо. Это удивительное чудо, которое Бог дал человеку. Удивительно. Но мы присыщаемся. Пришла одна как-то сестра верующая, говорит, Денис, вот что-то я мужа перестала своего любить. Они вместе долго жили, лет 9, у них даже общий ребенок. Она говорит, перестала его любить. Я спрашиваю, слушай, ну ты замуж за него выходила, ты любила его? Она говорит, да без ума от него была. Его одно присутствие, меня вот такой, знаете, мурашки трепет. Так я его люблю. Я говорю, а что сейчас? Не знаю. Не знаю. Присытилась. Стало такое, муж ее стал таким обыденным, обыкновенным. Вот, я хочу сегодня дать нам такую мысль, чтобы мы заглянули в свое сердце. Это очень опасная вещь. Когда мы присыщаемся Богом. Если мы присыщаемся едой, водой, мы уже и не благодарим Бога за то, что Бог нам дает. Мы принимаем это как должное, как обыденное. Если мы присыщаемся мужем или женой, это тоже приведет, в конечном итоге, к разладу. вот мы сейчас супруга испытываем такое время, мы с ней вдвоем остаемся, потому что старшие дети уже у них свои дела. Никита вот то в гостях, то в лагере. И мы вдвоем с ней в квартире, вдвоем. Я говорю, слушай, интересно так, мы с тобой вдвоем. никого, детей нету, все. Мы с тобой что делать будем? Три комнаты, что делать будем? И я понимаю, что если пришло вот это присыщение моей женой, то и делать-то нечего. То и смысл терять, потому что ты же как бы вроде бы жил, старался ради детей что-то. Нельзя. Я понял, что это нельзя допустить. И в отношении служения Богу то же самое. Когда вдруг человек встает на служение, он служит Богу, горит, его глаза горят, а потом вдруг раз смотришь, они такие потускнели, он уже так, знаете, служение для него, ничего особенного. Тут ты не понимаешь, ты же Богу служишь. Тебя же Бог употребляет для служения людям. Ты его сосуд. А для него это стало таким обыденным в служении. Ничего особенного. А молитва. Наши молитвы, они, ну, мы вроде бы христиане веры евангельской, вроде бы, но молитва Отче наш, это не для нас. Ну, как бы, только молитва Отче наш. Это другого вероисповедания. Когда человек молится, и только молитва Отче наш. Мы молимся другими молитвами, мы молимся молитвами из сердца. То, что у нас в сердце, мы изливаем душу свою пред Богом. Но знаете, вдруг замечаешь, что даже эти молитвы становятся обыденными. Мы привыкли молиться, и мы молимся так. Как одна сестра говорит, я пять лет уже молюсь, у меня слез из глаз нет. Я не плачу, я не переживаю Бог, как-то все сухо. А другая мне пишет, сестра говорит, слушай, Денис, скажи мне, пожалуйста, я все время, когда молюсь, я плачу, это вообще нормально или нет? Я говорю, конечно, нормально. Ты плачешь, ты знаешь, когда ты плачешь во время молитвы, ты изливаешь душу свою, ты переживаешь, Господь тебя касается. Это, конечно, нормально, правда, то я уже так думаю, может, у меня уже что-то с головой, там я уже какую-то депрессию выхватываю или что, какую-то плачу. Нормально. Друзья мои, давайте мы сегодня посмотрим нашу жизнь, а не пресыщены ли мы Богом, не пресыщены ли мы Его Словом. Вот нам дана Библия, Слово Божие. Вы знаете, в чем прелесть удивительности этой книги? Сколько бы ты ее не читал в своей жизни, она всякий раз как новая. Всякий раз. Вот ты можешь ее прочитать 300 раз. 301 раз будешь ее читать и ты будешь удивляться, говоришь, вау, вот это да, я такого не видел, я такого не ожидал. Библия это удивительная книга. Это источник написан живой воды. А когда она писалась? Какие времена? Актуальны сегодня? А когда человек говорит, да я ее уже прочитал два с половиной раза. И она стала для него такой обыденной. И вот Писание говорит, что были такие верующие, которые, ну, они собирались вместе, и они вот что-то вот хотели услышать, что-то новое. То есть, ну, это мы уже слышали, это тоже мы уже слышали, ты нам что-то новое дай. Дай нам новое. и вот есть такие даже церкви. Слушай, пастор, дай нам что-нибудь новое. И пастор этот бедный, он нам, он уже не знает, что уже, уже и так вот, и так вот, уже и нос этот клоунский надел. И уже публику, и не знает, как их, люди присытились. вот это не должно быть в нашем сердце. Я услышал совсем недавно очень интересное такое размышление, и, ну, хочу, хочу так чуть-чуть задеть ее и показать. Оно коснулось моего сердца, и оно как бы в тональность с моими размышлениями пришло. Давайте мы откроем текст, мы прочитаем это книга Евангелия от Марка, шестая глава, из первого стиха мы будем читать, я хочу показать, к чему приводит присыщение. Вот, я хочу показать, чтобы мы бежали от этого, остерегались этого присыщения, что если вдруг мы чувствуем, что мы присытились Богом, мы присытились Его словом, служением, Его жизнью, нас ждут опасности, надо бить тревогу, колокола, нужно что-то делать, нужно менять наши отношения к жизни, к вере, к вхождению пред Богом. Почему? Потому что человеку свойственно присыщаться, это живет в нашей человеческой натуре. Вот живая вера и религия, это же ведь разные, живая вера, этот человек живет, он не просто я верю, он живет, это постоянно в его жизни, присутствует во всех сферах. Религиозный человек, он только по праздникам. Вы знаете, как ВДВ, ВДВшник, не видно их, целый год их не видно. Где они эти ВДВ, не видно. Как только ВДВ, гоп, смотришь, у тебя сосед ВДВ, ты что, ВДВшник что ли? Да, все, флаг, он там откуда-то свой достал. завтра опять нету никого. Все тихо, молча. Вот напоминает мне такую некоторых вера в Бога такая. Она только на Пасху. На Рождество не получается, потому что там Новый год и как бы в Новый год не до Рождества. Поэтому только откладываем на Пасху. но вера живая, она присутствует каждый день во всех сферах жизни. И от того присыщаемся мы ей или нет, это уже от нас зависит. Я не ответственен за вашу веру, вы ответственны за нее, вы. Я всего лишь даю или показываю как должно, а ваша ответственность уже вы принимаете это в свою жизнь или нет. Вы соглашаетесь с Божьим Словом в своей жизни или это уже от вас зависит. Итак, давайте мы прочитаем эту историю. Вот шестая глава мы будем читать, а пятая глава предыстория, она говорит о том, что Христос чудесно исцелил девочку. Даже не то, что он исцелил, она болела, отец пришел, попросил, чтобы Христос пришел исцелил ее. Христос замедлил и девочка умерла. И он все-таки пришел и девочку воскресил. То есть он поднял ее, она была мертвая и стала живой. Чудо, реальное чудо. И вот после этого дальше происходят такие события. Вообще в то время, когда Христос совершал чудеса в Израиле, это быстро весь распространялось. То есть Израиль маленькое государство. Поселки, городочки, в которые ходил Христос, они были очень маленькие. Все очень близко. Вот если в Израиль поедете, там все, там как бы город из города, город из города, то есть там все рядом. Вот. Все быстро узнавалось. Иногда бывало так, еще Христос не успел туда прийти, уже все знали, что он там совершил. То есть перед тем, что мы будем читать, Христос совершил чудо. Он воскресил девочку, Он поднял ее из мертвых. Итак, шестая глава с первого стиха мы читаем. Оттуда вышел Он и пришел в свое Отечество. Куда пришел? В свое Отечество. Это что это? На родину. То есть Он пришел туда, где Он вырос, не родился, родился Он. Вы можете родиться где-нибудь в Ташкенте, а прожить свое детство и юность в Омске. И ваша родина, получается, это не там, не то, где вы родились. Отечество это то место, где вы выросли. Родился Иисус, помните, где? В Вифлееме. Они просто отец Мария и Иосиф шли в Вифлеем на перепись и у нее там схватки и она там родила. Но жили они в Назарете. И поэтому Отечество, оно было в Назарете. То есть, это место, где Иисус вырос. То есть, ну, я вот буквально, я вырос здесь на Гашика 12 дом. буквально до 11 класса я жил с 1 по 11 класс. Это мое отечество, Гашика 12. Когда приезжаю, у меня аж такое, знаете, аж ностальгия. Я смотрю, вот мой подъезд, вот тут на 5 этаже мы жили, вот соседка, уже старая идет баба, вот она нас гоняла тут по улице, когда мы шкодничали. Вот и такое-такая ностальгия. Ну, кто-то узнал, о, Денис, привет, как дела там, что там у тебя, где мама, как живете? И все такое, такое ностальгия. Вот Гашика 6 у меня нет такого чувства, потому что это Гашика, хотя соседний дом, но у меня нет такого чувства. А вот мое отечество. И вот мы мы читаем, что Христос пришел в свое отечество. Смотрите, он не один идет, он идет с учениками. И дальше. И когда наступила суббота, Иисус начал учить в синагоге. И многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? То есть, посмотрите, люди слышат Христа, и они приходят в такой восторг, в восхищение. Такое чувство у них, как это так? Как вот его руками такое он может совершать своими руками? Как? Такой восторг. А теперь смотрите третий стих. Не плотников ли он сын? Не плотников ли он? вернее не плотник ли он? Сын Марии, брат Иякова, Иосии, Иуды, Исимона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнились о нем. То есть, смотрите, они слушают его, реально первая реакция у них, они говорят, откуда у него это? Такая премудрость дана ему. Такие чудеса совершают в своем руке. А потом говорят, слушай, так он же плотник, наш, это же наш деревенский плотник. Так мать его Мария, Мария, так и братья его и сестры, и соблазнились они. То есть, что с ними произошло? Они знали его, они видели его, как он жил с детских лет, как он игрался, как маленький был, как подрастал, учился в школе, там, ну, я уже на наш лад перевожу. То есть, для них вдруг он оказался таким, ну, как, естественным, обыденным. Они слушают сначала, говорят, слушай, это что-то сверхъестественное, а потом вдруг, раз, они что-то здесь срабатывают, говорят, так он, а что здесь, это же плотник, это же наш хлопец. И посмотрите, пятый стих, я хочу обратить ваше внимание, что написано. И не мог совершить там никакого чуда. Не мог в своем отечестве. А ведь он пришел туда для чего с учениками? Не один, не попроведывать маму. Он пришел туда, не попроведывать маму, не в отпуск. Он взял с собой учеников. С какой целью? Конечно, чтобы совершать чудеса, чтобы изменить жизнь. И он пришел в свое отечество с учениками, чтобы изменить жизнь своего отечества. И написано, не мог совершить. Вот вы знаете, здесь мозг начинает вот так как бы троить. Мы все прекрасно знаем, что для Иисуса нет ничего невозможного. Мы все прекрасно знаем, что Он может все. Нет такой вещи, которую Он бы не смог сделать. А что здесь написано? Не мог. Оказывается, есть такие вещи, когда Христос не может. И знаете, в чем причина? Пресыщенность. Потому что именно присыщенность приводит к тому, что мы перестаем верить. Для нас это уже становится обыкновенной естественной вещью. Для нас это не является уже чудом. Но если мы сейчас будем делать такой анализ, призовем ученого, ученый какой-нибудь расскажите нам про H2O, он нам скажет, это чудо. А мы не верим, потому что это для нас обыденное приевшееся, вы понимаете? Когда мы смотрели на свою любимую, в самом начале мы говорили, какая она чудесная. А потом раз и все это слово пропало из нашего лексикона. Не чудесная, она, ну, как бы, да, она, но она уже чудная. Мы присыщаемся и наша жизнь становится, Бог не может там ничего сделать. Он хотел изменить жизнь своего Отечества, но не смог. И знаете, написано, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. На немногих. А дальше шестой стих и дивился неверию их. Мы можем Бога удивлять и дивить. Он дивился их неверию. Потому что а потом ходил по окрестным селениям и учил. вот братья сестры мои дорогие причина того, что Христос не смог там ничего сделать, не изменить их жизнь. Потому что для людей живущих в Назарете Иисус был обыкновенным сыном плотника, даже плотником. Это был обыкновенный сын Марии, братья его у него, там сестры, то есть его приравняли к обыкновенным людям. Нет, вначале удивились, потому что мы же знали, это чудо. И он чудо совершил, вот, он буквально пришел, как он руками мог своими воскрешать. Тубаретки мог делать, столы, а сейчас он мог воскрешать своими руками мертвых, как такое может быть? Но потом вдруг раз и все, да нет, он обыкновенный. Вот эта обыденность, к Богу, приводит к тому, что Бог ничего и не делает в нашей жизни. И мы спрашиваем, Боже, и на молитвы не отвечаешь, ты нас, ну, ты нас как-то, ну, не меняется ничего, все становится однообразным, таким каким-то, одноэтажным, ничего не строишь, жизнь проходит как-то в пустую, удовлетворение не получая ни в семейной жизни, ни в служении, ни в работе, ни в чем. Думаешь, что такое? В молитве не могу, вот радости нету, ответов нету. А может быть, вот именно эта причина, что обыденность, нам хочется сменить обстановку, развеяться. Братья и сестры, я вам скажу одну вещь. Вот сменить обстановку в вашей жизни может только Христос. И она может произойти вообще в любом месте. вы можете жить на крайнем севере и быть там счастливыми по-настоящему. Он говорит, хочешь съездить отдохнуть куда-нибудь на юга? А он скажет, нет, потому что я здесь счастливый. Мы ищем опять, мы опять возвращаемся в старую жизнь. Мы ищем нового, мы ищем удовлетворения в этом мире. Мы ищем удовлетворения для своей плоти, своих желаний. Мы уже через это проходили, мы жили уже так. Но Библия говорит нам, что только в Боге успокаивается душа моя. Только в Боге. Знаете, кого Бог благословляет? Жаждущих. Он говорит, кто жаждет, иди и пей. А если человек не жаждет, он и не пойдет пить. Потому что когда ты жаждешь, ты только занят тем, где бы взять воды и попить. Разве нет? Если я жажду, я жажду, не, мне надо пойти купить новое платье или кроссовки. Вот я жажду, вы такого видали? Нет. Когда ты жаждешь, тебе больше ничего не интересует вода. и ты готов заплатить деньги и даже переплатить вдвое и втрое. А вот почему в жарких таких местах воду в три дорого продают. Бизнесмены знают, как заработать. Но если мы не жаждем Бога, если мы не жаждем Его Слова, мы и не сможем напиться. Жажда ключ к открытию крана. А чтобы жаждать, мы должны так внутри себя, иметь этот контроль, балансир, оценивать свою духовную жизнь, а не пересытился ли, а не стало ли это для меня обыкновением? Или я бегу на богослужение? Или я так в развалочку иду, а там сейчас пока помолятся, пока песню споют, вот как раз я к проповеди Дениса Викторовича успею. ты ничего не получишь, потому что ты не жаждешь, никаких перемен твоей жизни не будет, все будет в одной паре. Сегодня я смотрел Евроньюз, Европа засыхает, за 15 лет такого не было, неурожайный год, все, все, жара такая, что все высыхает, а еще страшнее, когда все высыхает, вот этот огонь, не Божий огонь, а дьявольский, он все выжигает, и потом смотришь на жизнь человека, только паленая трава, все сгорело, поэтому кто жаждет, иди и пей, и мы должны иметь внутри себя вот такое чувство жажды. Аминь, братья и сестры. Аминь.